В дикой природе схватки между животными порой бывают очень ожесточенными и непредсказуемыми, особенно когда в одном из углов ринга находится такой опасный противник, как кролевская кобра. Да, пусть это не самая ядовитая змея на планете, но яд у нее достаточно сильный. В яде содержится достаточно нейротоксина, чтобы парализовать и убить взрослого слона. Королевская кобра самая большая ядовитая змея в мире. Ядовитые змеи меньше и тоньше своих собратьев, которые душат свою добычу. Как следует из названия, королевская кобра – королева и любит есть других змей. Королевскую кобру еще называют гамадриат. Рептилии относятся к одноименному роду королевских кобр, являясь представителем семейства аспидов. Всего ученые выделяют 16 различных видов кобр. И все они ядовиты, и все они относятся к семейству аспидовых, и состоят в родстве с другими, не менее ядовитыми видами – смертельными и жестокими змеями, крайтами и аспидами. Пожалуй, из всех ядовитых змей королевская кобра самая длинная. Отдельные экземпляры могут достигать длины 5-6 метров. В среднем размеры взрослые кобры не превышают 3-4 метров, весом до 9 килограммов. Королевская кобра обитает в тропических широтах Южной, Юго-Восточной, Восточной Азии, Индии, Пакистана, Индонезии и Филиппин. Эта огромная ядовитая змея предпочитает селиться возле водоемов, в заброшенных садах, в глухих джунглях и на заросших плантациях. Иногда обустраивается вблизи человеческого жилья, выбирая самые старые заброшенные здания, где накапливается много мусора. Ядовитые клыки змеи могут достигать до 1,5 сантиметров длины. Отличительной особенностью королевской кобры является ее капюшон, на котором можно заметить крупные темные щитки. Змея раскрывает его в случае опасности или перед нападением. Тело змеи имеет коричневый или зеленовато-коричневый окрас, на котором чередуются более темные кольца. Королевская кобра подвижна, хорошо ползает по земле, деревьям умеет отлично плавать. В отличие от своих других ядовитых змей, кобры не бросаются на противника из засады, а дают себя обнаружить. Они встают в стойку, раскрывают капюшон и раскачиваются, как бы предупреждая, что с ними шутки плохи, чтобы напугать врага и вынудить его ретироваться. Питается кобра мелкими грызунами, пиццами, ящерицами, лягушками, иногда варанами. Королевская кобра уникальна тем, что она, в отличие от других змей, часто поедает, собственно, змей других видов, среди которых любимым лакомством являются крысиные змеи. Иногда ее жертвами становятся даже ядовитые сородичи и питоны. Исход смертелен для обоих. Королева змей от удушья, а питон от смертельной дозы яда. Благодаря сильнодействующему яду, змея быстро расправляется со своей жертвой. Во время укуса она буквально выплевывает до 7 мл смертельного вещества, способного убить даже слона. Свою добычу кобра умертвляет укусом, прыскивая в ее тело сильнейший яд. Королевская кобра зачастую впивается зубами жертву и не сразу отпускает ее, словно пережевывая. Этим она обеспечивает наиболее эффективное введение токсина. Королевские кобры могут поднимать голову вертикально до третьей передней части своего тела. Они также способны перемещаться в таком положении. Когда одна королевская кобра встречает другую, она пытается коснуться ее макушки, чтобы показать свое доминантное положение. А змея, которой она так коснулась, сразу же пригибается и уползает. Столкнувшись на одной территории, самцы королевской кобры могут устраивать между собой ритуальные бои. При этом они не наносят друг другу укусов. Брачный сезон королевских кобр длится с января по апрель. Во время брачного сезона самки привлекают самцов с помощью запаха. Учуяв его, самец ползет к ней. Спаривание кобр может растягиваться на несколько суток. Соперничая между собой, королевские кобры при встрече всегда принимают боевую стойку. Если встречаются около самки два ухажера, происходит драка. Вот только они не кусают друг друга. Победивший самец начинает свои осторожные ухаживания. Дело в том, что самка может съесть воздыхателя, и наоборот, он может съесть ее. Доверившись друг другу, они сплетаются в кольцо. Через месяц самка отложит от 20 до 40 яиц в уютное высокое гнездо из травы и листвы, которое построят заранее. Самки всегда охраняют кладку, становясь очень агрессивными и нападая на всех, кто приближается к гнезду. Кобра может обходиться без еды около 3 месяцев, время в течение которого самка неотлучно охраняет кладку яиц. Незадолго до вылупления детенышей, самка покидает гнездо и отправляется на поиск пищи, чтобы не съесть собственное потомство. После вылупления детеныши держатся возле гнезда приблизительно сутки, поедая оставшийся желток яиц. Детеныши уже сильно ядовиты, но, тем не менее, очень уязвимы и часто становятся целью более крупных хищников. В конечном счете, до взрослого состояния доживает лишь одна или два экземпляра из 25. В отличие от других змей, она контролирует дозу яда. У людей она часто кусает вообще без яда, чтобы не расходовать его на того, кто не является едой. Как ни странно, но в Индии, где от укусов ядовитых змей ежегодно погибает около 50 тысяч жителей страны. Это вызвано развитием в Азии крупномасштабного сельскохозяйственного производства, под нужды которого вырубаются лесные массивы, где привыкли жить кобры. Кобрам приходится селиться близ сельских поселений. Одновременно расширение посевных площадей приводит к размножению грызунов, привлекающих небольших змей, которыми любят закусывать королевская кобра. Яд королевской кобры выглядит менее токсичным, но более опасным из-за его дозировки – до 7 мл. Этого достаточно, чтобы отправить на тот свет до 20 людей. Смерть наступает через четверть часа. Нейротоксичное действие яда проявляется через сильную боль, резкое падение зрения и паралич. Затем наступает сердечно-сосудистая недостаточность, кома и летальный исход. Линяев королевская кобра 4 до 6 раз в год. Линька длится около 10 дней. После линьки змея становится уязвимой и в поисках укромного и теплого места может заползти в жилище человека, причиняя тем самым немало беспокойства ее обитателям. Несмотря на сильный яд, у кобр есть и враги. На молодняк могут нападать более крупные змеи, вараны и хищные птицы. А на взрослых особей охотятся мангусты и сурикаты. Хотя у этих зверей нет врожденного иммунитета к яду кобры, но они настолько ловко отвлекают внимание змеи ложными выпадами, что умудряются поймать момент и нанести смертельный укус в затылок. У кобры, попавшейся на пути мангуста или суриката, нет шансов для спасения. Продолжительность жизни кобры 25-30 лет. Если королевская кобра не попадается на зуб мангусту, она вполне может прожить 35 и более лет. Растет рептилия на протяжении всей своей долгой жизни. Численность популяции королевской кобры неугленно идет на спад. И виной тому человеческие действия, которые весьма эгоистичны и неконтролируемы. Люди ведут отлов кобр для сбора их яда, который очень ценится в фармацевтической и косметологической областях. В Индии королевская кобра считается священным животным. Введен строгий запрет на убийство и нелегальный отлов этих пресмыкающихся. За его нарушение грозит серьезным наказанием. Спасибо за просмотр! Если понравилось видео, поддержи его лайком. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить самый мощный видос. Не забывайте про колокольчик, чтобы быть самым первым, ведь я это сразу вижу. Друзья, если вы хотите со мной пообщаться, обсудить разные темы, обязательно жду вас в соцсетях, инстаграм и вк. Ссылки на экране и в описании. Всем хорошего настроения!